Музыка Музыка Спасибо Я хочу вас узнать, как у вас идет изучение Прочитали немецкую диалогию? Все Ну а как? Нет, должно быть все Нет еще, да? А у нас как раз мы вот это Время у нас идет в начале То есть дает возможность вам двигаться вперед Как вы считаете, вот если мы хотим проанализировать какие-то моменты Как вот любого произведения И этого или любого другого Вот чтобы понять значение того или иного момента Смысл Что лучше, так сказать, его изолированно брать и вырывать Или взять целое и посмотреть, как момент целого Правда? То есть надо брать целое Поэтому, конечно, вот То есть идти мы будем, так сказать, последовательно По каким-то отдельным разделам А для того, чтобы их правильно понимать Нужно, конечно, картину видеть в целом И даже для того, чтобы видеть Вот на чем стоит остановиться А что представляет собой Ну такой исторический экскурс Не более того Многие из тех, с кем очень активно боролись Они изгинули в смысле Не в смысле физического, а в смысле идеологического Никто уже этих не вспоминает Деятелей, которых критиковали Маркс и Энгельс Маркс и Энгельс остались, а их просто Ну вот только как объект критики Их и берут Поэтому ясно, что рассмотрение Не может быть равномерным А оно связано с пониманием Вообще Вот произведения в целом Это раз Теперь вы, наверное, обратили внимание Оно было опубликовано? Когда? Немецкое дело было опубликовано? Не? Не обратили внимания? Там у них есть такая фраза В письмах пишет Маркс и Энгельс Что мы предоставили Вот, так сказать, выработали Семь мировоззрения И предоставили рукопись Эту обширную Грозущей критики мышей Ну и вот в издании Которое вот у меня есть Сочинение Маркса и Энгельса Там есть фотография И там видно лист явно обгрызенный То есть это не только В таком, можно сказать Фигуральном смысле А и в буквальном смысле Это еще и мышей погрызли эту рукопись Тем не менее Она вот издана была Институтом марксинзма и ленинизма При языках ОПСС в 1935 году Впервые То есть мы имеем дело С произведением Которое опубликовано Гораздо позже Там, чем Капитал Маркса И другие известные Произведения Гражданской войны Во Франции Диалека природы Энгельса Или там Скажем Его антидюринг Происхождение Семьи и частной собственности Государства То есть мы имеем дело Вот когда вы что-то изучаете Ну вы должны Надо так понимать Какую роль это произведение Играет и для авторов Ну и для понимания того Что там говорится Надо тоже иметь ввиду Что некоторые вещи Как и у вас Как и у любого человека Они могут находиться Еще в процессе становления То есть еще формулировки Не отточены Не все формулировки Вот мы с вами берем Вот что я могу вам Так сказать Чем могу быть полезен В этом смысле Что мы берем Формулировки Так сказать Отсюда Ну а есть уже формулировки Более чеканные Которые Там Стали Понятными Например раньше Если взять Экономическую часть Учения Маркса Энгельса Ну вот Говорили Что значит Продается Труд Вот Допустим Вы поступили На работу Говорят Что вы продаете Свой труд Да Ну если вы продаете Свой труд Как потом Маркс Выяснил Что получается Труд продали Значит Получили эквивалент Никакого прибавочной Стоимости Не может быть Если вот Труд продается По стоимости Как бы Это раз Во-вторых А что значит Стоимость труда Если труд Стоимость Определяется Трудом Получается Масло масляное То есть Получается Запутывание В этом деле Поэтому Большой проблемой Было выяснение А что вообще Продают Вот В таком Обществе В котором Мы сейчас Живем Вот вы знаете Что Выходят люди На работу На работу Там Ваши родители Или родственники Или вы пойдете И вот что Они продают Собственно говоря В одних Есть средства Производства Они не свободны Можно сказать В том смысле Что Надо содержать Технику покупать Охрану держать И так далее А другие Свободные Вроде нас С вами Куда хотите Туда идите Не хотите Не хотите Но кушать Захотите И придете Скажете А нельзя ли У вас Получить работу Вот Тогда Наступает Такой момент Когда Человек Что продает Что он продает Вопрос То есть То что Вот скажем Люди изучают Как Некое готовое Такое явление Ну Изучают Политкану Им читают курс Они Так сказать Сразу записывают И все Все понятно А скажем Для вас Вы в таком же положении Как Маркс и Энгельс В том смысле Что вам надо еще Какие-то этапы Пройти А в чем тут Проблема-то была Или Вы можете Открыть Допустим Вот я конфликтологом Читаю Они более-менее Так сказать Знают Трудовой кодекс Социально-трудовые конфликты И Их урегулирование Механизм Технологиях Урегулирования Ну вот Что написано В Трудовом кодексе По этому поводу Что заработная плата Это вознаграждение За труд Ну это уже не просто Там произведение Да А это уже закон Это Трудовой кодекс России Запишите себя Пожалуйста Вот я принял вас на работу В течение двух первых часов Вы сделали то Что эквивалентно той зарплате Которую вам заплачу Остается еще шесть часов Из восьми Которые я благополучно Вы в течение этих Шести часов Производите продукцию Которая Оказывается Изначально В моей собственности Вся продукция Вообще В моей собственности Если я капиталист Да Владелец Средств Производства И вот вопрос К вам Кто кого вознаграждает Вот Вы у меня работаете Я вроде как благодетель Да Потому что Меня бы не было Вам бы негде работать Не на что жить То есть вроде как А кто кого вознаграждает То есть если вы за два часа Создали продукт Который эквивалентен Вашей зарплатой А остальные продукты Которые вы создаете За шесть часов Они поступают В мое распоряжение Так вы меня вознаграждаете Или я вас вознаграждаю Это же взаимовыгодный процесс А? Это же взаимовыгодный процесс Ну как взаимовыгодный Если я сказать Два часа Если у вас Два часа эквивалент А четыре часа Это называется Присвоение чужого Неоплаченного труда Знаете как это называется? Присвоение чужого Неоплаченного труда Ну конечно я вам скажу Что это взаимовыгодный процесс Как бы вы на моей стороне Я уже вас убедил А вы скептически Пока смотрите на это дело Потому что так сказать Вы мой друг Товарищ Разъясните ей пожалуйста Что у нас взаимовыгодный процесс Что я ваш благодетель И что вы должны Радоваться этому А что такое Присвоение чужого Неоплаченного труда Не знаете что это такое? Не знаете? сказать, эксплуатация это ее определение присвоение чужого, неоплаченного труда ну вот если на вас родители трудятся, тут есть присвоение тоже неоплаченного труда, но не чужого поэтому это под это определение не подпадает, или у вас дети будут вот вы будете с ними носиться, возиться мучиться, они будут кричать отбиваться, недовольны еще будут а ну это вы никак не скажете, что это присвоение чужого, ну это ваши дети вы с ними мучитесь кажется, каждые дети, а потом мстят родителям за родителей, и так далее поэтому здесь в этом определении существенно каждое слово, не просто присвоение неоплаченного труда, чужого неоплаченного труда в данном случае я вам оплатил какую часть труда? 2 из 6 из 8, 4 часть а 3 четверти забрал себе и мне очень понравилась вот эта ваша мысль о том, что это вот за его выгодный такой процесс мужчине хороший ну так или иначе, кто-то свою выгоду получил кто-то же с моим обществом получил свою выгоду работодатель какую же вы выгоду получили? выгоду-то получил я, а вы не получили даже эквивалент своего труда я вас ограбил, а вы говорите я выгоду ну это примерно так, что я вот сейчас на вас напал, сумку отнял, давайте эту сумму вот можно взять какой-нибудь предмет там политэкономия я бы вам ее читал ну и вы бы это знали а можно пойти по-другому взять вот объект разносторонний да? и мы как бы и пошли по этому пути разносторонний объект если нам по дороге попадаются какие-то формулировки или понятия, которые не изучены и которые нам нужны для того, чтобы в жизни ими оперировать для решения практических проблем и теоретических проблем мы такие формулировки то есть скажем, если вы не находите я вам тогда даю эту формулировку и так мы двигаемся дальше то есть вот такой у нас метод движения почему вот этот курс он имеет такой смысл как курс, который позволяет быстро набрать такой багаж из самых разных областей знания из философии, из политэкономии там, из политологии и так далее из юриспруденции например, вот я вас спрошу так вот, право вы можете сказать, что такое? не знаете, не скажете, это тюрьма если скажу а? если скажу вот, все, сейчас вот там войдут твой, уйдут это будет по праву или нет? почему нет? а как нет? если вы не знаете, что такое право? как вы можете говорить, что нет? а я говорю по праву а? система норм, установленная государством система норм, установленная государством так вот, сразу видно как вас припугнешь вот вы сразу начинаете правильно говорить правильно, в принципе, правильно а государство что такое? тогда остается выяснить Вы не знаете, что такое государство? Сейчас опять те люди придут и покажут вам, кто такое государство, с дубинкой причем, и с наручниками, чтобы вы знали, что такое государство. Государство, что-то светлое, хорошее, да? Система норм для государства. Или наоборот тюрьмы, лагеря. Сколько у нас в тюрьмах, сколько сейчас в России в тюрьмах, знаете? Сколько в тюрьмах сейчас сидит? Два миллиона. Государство, нормы, хорошо. Но вы не сидите пока, потому что правильно ответили на первый вопрос. А университет у нас государственный, заметили? Это тут над нами что-то висит. А что висит? Что хотят сказать-то этим словом, что он государственный? Тут что-то есть. Вот вы не сдадите, допустим, зачет, вас же отчислят отсюда. И все, скажут, все, до свидания. Это суровая такая, так сказать, действительность. Так, а вы скажете товарищу, что такое государство? Он не знает. Некоторые утверждают, что неуничтожимое чудовище, леолад, левиафан, питающиеся жизнью своих граждан. Ну это художественный образ. А у нас наука. Давайте так, это общественный аппарат, установленный обществом для канала. Это вы, а общество мы с вами. Это мы сами установили, чтобы нас вот и таскали туда-сюда. Ну в общем, да. Для того, чтобы вот это право функционировало. Чтобы право функционировало. А что мешает ему функционировать? Зачем для этого? Какой аппарат? Как раз нужна полиция, чтобы она там... Ну вот вы не будете делать то, что написано в праве. Что дальше? Не будете. Ну хорошо, вы будете, а я не буду. Ну, к примеру, как писал Платон в его произведении государства. То люди объединились и создали законы для того, чтобы перестать претерпевать несправедливость. Да, особенно на фоне того, что в этот период было рабовладение. А просто вот, скажем, я с вами как с человеком разговариваю, а это рабы. Мы с ними вообще не разговариваем. Правильно? У нас мы решаем вопросы справедливости, мы с вами объединились. А эти, если что, у вас раз и все. Да? Что можно сделать с рабом? Что можно сделать с рабом? Все. Все. Видите, нормально совершенно. Нет никаких ограничений. Поэтому вот то, что тогда написано в это время, оно носит такой вот интересный характер. Это кто написал? Представители какого класса это написали? Представители. Или это рабы написали, что так все здорово и справедливо, хорошо. Вот если у меня есть завод, а у вас нет, это очень, я считаю, очень справедливо. А почему? А потому что вы не успешны. Сейчас мы так объясняем. А я успешный. Вы поздно побежали и стартанули мы, а я прибежал первый. Хватит это дело, а вы не успели. Вот так. И сейчас можете быть неуспешны, если не изучить это произведение немецкой идеологии. То есть у нас сейчас как стоит вопрос тоже. Вот есть время выделенное там. 56 часов. Записано очень срочно. Либо мы за это время, так сказать, наберем багаж, либо мы за это время маленький багаж наберем. Это все зависит опять от наших, так сказать, усилий. Ну, в честь лично от моих, но в основном вы же учитесь или я учусь? Научусь. Вы учитесь. Я спрашиваю, прочитали? Нет. Нет, не прочитали. А как собрать все анализировать? То есть я так тактично вам это намекаю, что вот мы сейчас в начале сидим, сидим. Я жду, чтобы потом мы пойдем и скажем, что я не успел прочитать. Так вы успевайте, уже времени много. Надо прочитать. Прочитать надо. Я знаю очень людей, у меня очень много таких, которые ничего не читают. Ну, это пустые люди. Потом, если читать, скажем, прежде чем читать что-нибудь, надо подумать, стоит ли это читать. То есть если это никакую роль в истории не сыграло, такую высокую, великую, да, то, может быть, и не стоит этого читать, потому что все не прочитешь. И даже более того, многознание уму не научает. Вы знаете, что такой умный человек? Вот вы, наверное, заметили, что я не случайно обращаюсь к определению, потому что мы не должны вот тут плавать. Мы же с вами представители науки, верно? Мы должны вот в ходе этого учения получить такие твердые прочные камни, на которые мы можем, как альпинист, вставать и идти дальше. Я бы сказал, умный человек – это тот, с кем можно поддержать разговоры. А? Как, как, как? Умный человек – это тот, с кем можно поддержать разговоры. Сколько я имею? Который может? Поддержать разговоры. Поддержать разговоры. что-то в этом есть то есть если то есть то есть вот если трепач какой-нибудь вот я сразу под эту кучу говорю подпадай мне как-то очень грех не нравится я всегда могу поддержать разговор а вы умный человек он может поговорить о чем-нибудь а студент если он думает сейчас не может поддержать разговор потому что она хочет ответить на вопрос он уже и дурак тогда этот студент потому что не может поддержать разговорль я спрошу адубик это чем глупые что ли нет может вы думаете в это время то есть это высказывание в отношении он должен и на правильное правильное то есть всякое высказывание такое суждения метлю ее ввидеть субъекту есть предикат розы есть растение определял розы нет на твоих высказ iron я правильно то что вы сказали правильно но и истина то есть тут нет определения умного человека. А вы знаете, что умный человек? А что, не хотите быть умным человеком? А если вы не знаете, кто такой? А зачем вы хотите? А это может постыдно что-нибудь. Зачем вы это делаете? То есть, понимаете, человек без определения, как полуслепой такой. Ну, то есть, в детстве это все хорошо. Вы повторяете за родителями. А сейчас мы с вами находимся в переломном возрасте. В каком смысле переломном? Вот вы уже взрослые с точки зрения... И роста, и размера, и по всем параметрам остальным. И выглядите абсолютно взрослым. А вот этот вот процесс усвоения того, что делает вас зрелыми людьми, в том смысле, что они освоили культуру мировую, и тем самым могут эту культуру развивать дальше, он пока что не решен. Это вопрос решаем. И мы с вами в этом курсе... У вас много же разных курсов. А в этом курсе мы с вами необходимые, недостающие извинения определяем. А вы как бы умного человека сформулировали? Вот я вот беспокоюсь, я умный, не умный. Как мне узнать? Вас это не волнует? Меня волнует. Скажет профессора, дурак. Как-то на него очень смотрится. Может быть, умный человек – это тот, у которого большой опыт как жизненный, так и... Это опытный человек. Ну, так опытный человек есть. Что, зачем тут закружь прямо накручивать? Нет, но это и опытный... Ясно, что опыт не пропьешь. Если есть опыт, он и есть. Поэтому, конечно, так сказать, это... А умный-то кто? У людей, у некоторых, опыт накопился большой, а шибко умным не всегда можно назвать. А опыт большой. Опыты вообще есть у каждого человека, который прожил долгую жизнь. А мы с вами чего? Нам что, до 70 лет надо жить, чтобы это получить? Хотелось бы раньше как-то вот... Ну, желательно к выпуску из университета, так, чтобы получить. Значит, можно дать вам определение? А вам оно понравится. Это человек настолько насчитанный и настолько способный, что он в состоянии самостоятельно приходить к правильным выводам. Самостоятельно. Вот сейчас вы к этому определению приходите не самостоятельно. Почему? Вот я его даю. А вот... А вы должны уже в такой степени быть. А, способным? Способность развивается ведь. Это же не что-то постоянное, правильно? Вы собираетесь свои способности развивать? Собираетесь. Если студент только и делает, что развивает свои способности, если работает. И тоже время начитленное. Но если вы просто вот пройдете и прочитаете все, что у нас в публичной библиотеке, или в академии наук библиотеки, будете умным человеком? Не обязательно. Нет. Про вас скажут, что этот человек... Начитанный. Начитанный. Могут про вас сказать, что вы грудированный. Сейчас он нас вот заставляет писать в бумажках, в программах компетенции. Такая вообще культурная компетенция, профессиональная компетенция. Хотя это вот не очень, я бы сказал, культурно, потому что на самом деле человек либо компетентный, то есть разбирающийся в этой проблеме, да? Вот вы разбираетесь. Или если я не разбираюсь, я некомпетентный. Я сразу вам скажу, я тут некомпетентный, обращайтесь вот к нему. Это нельзя раздробить на отдельные компетенции. То есть кусочками, дескать, а умный кусками таким. То есть, чтобы считать человека умным, он должен быть человеком, который настолько начитан и настолько способен, что он в состоянии самостоятельно приходить к правильным выборам. А вот соотношение начитанности и способности, оно может быть разное. Одни берут тем, что они больше прочитали. Другие берут тем, что они, может, не так много прочитали, но они сами до этого доходят. Но они работают. Вот, скажем, я очень бы советовал. Вот у вас там, допустим, времени осталось 10 часов на занятия. Что нужно делать? Сколько из них, вот из этих десктив вы читаете, а сколько думаете? Я вот хочу вас проявлять. Отлично. Какую у вас... Я бы часов 8 читал, а 2 часа думать. 2 часа думать. А если... А нужно было это материал, чтобы было о чем думать. Да, понятно. Мысль на быстрый... А некогда думать. Некогда думать, трясти надо. Некогда думать, бежать надо. То есть, раз, два, что-нибудь случилось, и все. Читали, читали, а думать некогда. Вот меня встречал, встретил однажды. У нас такой был астрофизик Никитин, где я, на матмехе учился. Встречает меня, так смотрит. Ты что-то, говорит, плохо выглядишь, Миша. Я говорю, чего? Ты, наверное, много читаешь. Я говорю, что-то плохо? Он, конечно, ты, говорит, разучишься думать. Все, взяли, что надо было читать. Допустим, у вас 10 часов. А почему бы не поделить хоть пополам? 5 часов читаешь, 5 часов думаешь. И вы что думаете, ничего не придумаете. Вот я вас спросил, вы сходу не сказали авто. Вторым ходом вы уже сказали определение. Вы просто еще там... Я сразу присыпился, а у вас второе определение стало требовать по государству. А в принципе, вы сказали. То есть, если человек будет думать, он может самостоятельно придумать. Если вы не будете... Говорят, не изобретайте велосипед. Если вы не будете велосипеда изобретать, вы ничего не изобретете. Вы должны изобретать то, что люди изобрели, может быть. Тогда вы научитесь быть изобретателем. А если вы ничего не будете изобретать, то вы не научитесь вообще ничего делать в науке. Потому что в науке... Ну, можете себе представить, вот человек берет тему и разрабатывает ее. У вас тема есть, какую вы разрабатываете? Какую? Как называется? Нигилизм и романтизм. Как? Нигилизм и романтизм. Вот вы разрабатываете. И думаете над ней, да? Ну и много вы думали над ней? Не считали, не отмечали в бумажке? Сколько вы думали? Может вы мало думаете? Эта мысль не так же работает, что я сижу и час думаю. Мысль работает так, что я читаю час, а потом за пять минут мне какие-то предстоящие мысли придут в голову. Я и чувствую, что вы читаете, а на обдумывание вы времени выделяете. А вы не можете делать наоборот? Сколько бы у вас не было времени, половину думаете, а оставшись и читаете. Я не могу так сказать. Там вот такое в голову вам не приходило? Нет. Нет? А вот очень крупные ученые, они в основном уже думают, а читают. Когда они стоят уже на вершине знаний. Да поздно. Никогда не заберетесь на эту вершину, если вы будете так только читать, читать. И будьте читателем. Вы же потребляете. Когда вы читаете, вы кто? Потребитель. Но если вы из десяти часов восемь часов потребляете, то вы потребитель науки. А вовсе не созидатель. Значит, надо еще много потребить, чтобы начать созидать? Нет. Это все равно, что обожрался человек. Он вообще не спортсмен. Чего же потребить? Ну что бы. Но это просто человек потребляет. Вот вы сейчас меня слушаете. Это что, потребление или нет? Нет. У нас вставляется отвечать на вопрос. Ну, когда вы отвечаете, то это не потребление. А когда я просто вам говорю. Поэтому у нас вот еще есть занятие предполагательное. Не лекция. Ну, лекция. Я лекцию читаю. Вы записываете или запоминаете. Это потребление. Если будете все время потреблять, у вас вот есть возможность. Я вас сдерживаю в том, что вы поступаете. Для того, чтобы проверить, если вы придумали что-нибудь. А я говорю, это не так. Это так. И вас корректирую. А вы летите уже к Марсу. А я вас по дороге корректирую. Это нормальный же процесс. А если вы не летите, то как я буду вас корректировать? Никак я вас не буду корректировать, потому что, чтобы вы могли вот меня использовать как человека, который вам дан, так сказать, в качестве костыля. Вы же учитесь. Я костыль. Вы учитесь. Ну, и используйте. Вот я вас спрашиваю. Вас никто не запрещает. Вы меня спросите. Спросите меня, что такое право. Я вам отвечу. Ну, спросите. Право – это возведенное в закон воли господствующего класса. Красиво же звучит. Возведенное в закон воли господствующего класса. Лучше этого определения нету и запомнить легко. Вот я профессор по кафедре экономики и права. Я эту тему, в общем, знаю. Но и лучшего определения я не знаю. Полезешь куда-нибудь, вот такое вот нагородят там. Черт-те что. А можно читать, читать. Знаете, как вот эту труху потреблять? Как у нас есть сейчас продукты с пальмовым маслом, так и в книжках там можно читать, читать. И там нет. Мы здесь, почему время тратим на такие произведения? Потому что они классические. Там и другие. Платона тоже классические. Классические в том смысле, что вы точно там что-нибудь ценное получите. Точно. А вот если вы какие-то другие книжки схватите, там не факт. И вы 10 часов будете, когда 20 часов прочитаете, скажете, зря я эту книгу читал. То есть, украли вы себе 20 часов времени. Так, ну ладно. Это у нас, значит, подход к этому делу. Умный человек мы знаем, кто такой. Право мы знаем, что такое государство. Кто-то скажет товарищу, что такое государство. Вот вы, я думаю, знаете, так вы подозрительно смотрите. Попробуйте сказать. Ну, государство – это общность людей. Общность людей. А вы что, чиновник? Я чиновник? Да, чиновница, нет. У вас с кем общность-то? У вас с судебными приставами-исполнителями общность? Или у вас с этим, с директором ОФСИН, бывшим, который 20,8 миллиарда украл? С этим у вас общность? Да. Вот это мне нравится. Ответ вот юмористический. А вот это мне нравится. Вот и учитесь, как надо отвечать. То есть вот общность, значит, общность людей. Вот если бы я спросил у вас, что такое нация, то это было, да, нация. Вы к какой нации принадлежите? К какой нации? Русская. Русская, так. А что такое нация, вы знаете? Национальная. Ну, это… Знаешь, что русская нация, но не знаешь, что такое нация. А может, что это плохое что-нибудь? Нет, это… А вы такой хороший человек, а вдруг что-то такое вляпает. Общность людей… Общность людей. Общая история и общая культура. Вот эта история, культура… Ну, истории нет. В параллении нации вообще. Культура есть. Общая культура – существенный момент, но… Мне кажется, общество тоже существенное. Какая-то самая российская нация. Уже не имею в виду историю. Вот представьте себе, значит, у нас есть люди, которые уехали за границу, да? И живут в Соединенных Штатах Америки. Год живут, два живут, 10 лет живут, 20 лет. Войдут в культуру американскую, да? А еще, что произойдет? Гражданство. Гражданство – это к государству относится. Давайте оставим. Это не вопрос нации, это вопрос… Отношение государства. Язык потеряют. Язык потеряют. Приберут тут другой язык. То есть они его не потеряют, просто он фактически… Используется будет другой язык. Еще. А вы не заметите, что они будут жить на другой территории? Да. А экономика будет там другая. Да. А это существенно? Да. Так вот, нация – это общность людей. Правильно, вы начали. Только вы государство хотите применить. Которая основывается на общности территории, экономики, языка и культуры. Так у Ленина там. А вот, например, у Сталина определение нации, он говорит, и психического склада характера, проявляющегося в особенностях культуры. Но все равно к культуре сводится. Общность людей, характеризующаяся, или основывающаяся на общности территории, экономики, языка и культуры. То есть, если у меня мама японка, а папа японец, а я живу вот на этой территории, смотрите, территория, экономика, язык, культура. Ну, кто я буду? Ну, если живу в России, вот буду говорить по-русски, да? И буду я русский человек. Или, говорят, так, так, так. Хотя, по крови я японец. У нас был такой студент Уйба Эдик. Он писался эстонцем из Брянска. Как он туда залезет, не знаю, но, видимо, как-то было. Все писали, все, эстонец, эстонец, эстонец. Один раз, может быть, кто-то вышел там за эстонцем. А после этого все время женились и выходили замуж за русских. И все, он был эстонец. Никаких там, не знает никаких он эстонцев на самом деле. И знать не знает эстонского языка. Из Брянских лесов. Ну, эстонец написан. Или, вот Левитан есть, русский такой художник. Мы же с вами культурологи? Нет. Как нет? Мы же философы. А? Мы же философы. Почему нет-то, если вы философы, а у вас, кстати, более узкая специальность культурология. Причем вы и философы, и культурологи. А если я не могу сказать про вас, хороший человек, если вы философ, что запрещается сказать про вас, что это доброе. То есть это непротивоставимые вещи. Это есть более общее понимание. Вот вы твердое тело, я. Если нас выбросить, мы полетим с вами. Вы полетите, я. Независимо от того, какие у нас знания и определения. Так? Но это не все про нас. Русский художник Левитан. Том такой. Это русский художник еврейского происхождения. Ну, происхождение еврейское. По крови он еврей. А он русский художник? Русский, конечно. А еще диктор был Левитан. Он тоже русский диктор еврейского происхождения. А вообще понятие русский вы не анализировали? Никогда не задумывались над этим понятием? Вот не обращали? Вот вы говорите, я русская, да? А вы не обратили внимания, что вот какую-нибудь, возьмешь другую национальность, там говорят так. Швец – существительное. Немец – существительное. Итальянец – существительное. Чтобы определение было. Можете найти хоть еще одну такую нацию, которая бы… Определение такое было. Русский. То есть вы знакомитесь, говорите, русский, а вам рук подойдут, говорят, американский. Еще китайцы. Китайцы же не говорят. А как раньше назывались русские? Вот раз уж вы принадлежите к русской нации, и как вы правильно сказали, историю надо знать. Как раньше назывались? Так все время назывались русские? Русские. Ну, это вы уже хватили туда. Хватили далеко. Малоросы-то недавно назывались. А когда вот Малоросы назывались и Белорусы, а как русские в это время назывались? Ну, в 19 веке. В 19 веке не русские же назывались. Что мне сделать, знаешь, как определение не знает. Культуру, значит, что-то тут… Начинаю в историю, какие-то тут перебои. Я что вас спросил, я же вас не стал, а историю японского народа спрашивать, ничего. Или эстонского, или там германцев. Ну, по-моему, мы в 19 веке уже русскими были. Да ладно. Российско поднанные или как это так? Да поднанные это относятся к государству. Вы все склоняетесь, все у вас это маячит, это государство. А еще вы не знаете, что это такое, но вы от него не можете отойти. Ну, да, русскими мы были в 19 веке. Ну, там, в Толстовом. Вы-то всегда были русскими, вы-то всегда были русскими с момента рождения. Это я ни с этим не спорю. И я с момента рождения был русским. Вообще, сейчас я вам скажу и вспомните, великороссы. Великороссы были, малороссы, белорусы и червонороссы. Как вот, по-моему, уже звучала эта версия. Вот Ленин анкету писал, когда национальность, там, занятие публицист, национальность. Великоросс. Великоросс. Великоросский шовинизм отсюда. Не слышали такой термин? Слышали. Великоросский шовинизм. Чего там, друг, еще великий, да русский, еще и шовинизм великий. Как это звучит интересно. Не русский шовинизм, а великоросский шовинизм. Великоросский. Это новость какую-то узнали все-таки. Какая у вас национальность была, как называлась. Так. У нас какая-нибудь русская культура есть? У нас только германская, итальянская. Вообще на факультете. Еврейская культура. Магистерская программа, а? Магистерская культура. Есть? Да. А, магистерская. А, то есть, кто магистром станет, тот начнет русскую изучать. Ну да, мы же в России живем, поэтому для публики, которая выходит, четыре года и не знаете все остальные культуры, кроме русской. Тоже забавно довольно. Смотрит. В историческом факультете. А? Может быть, на историческом факультете есть культура? Не, ну мы-то с вами на философском. Почему так вот получилось, что все есть культура, кроме русской? На европейской. Ну, может, предполагается, что вы и так знаете. Ну, мы же носители. Знаете и ведете сравнительный анализ. Так, ну осталось у нас государство, не выясним, что такое. Мы придумали, что такое? Управление, эксплуатация, обладающее монополием насилия. Монополием на что? На насилие. Ну, вот это близко, да. Это организация насилия. Но если это просто организация насилия, я сейчас танк подтащу. И вы скажете, это государство? Не скажете, что это государство? Уже близко. Уже близко. Уже к вам подходит государство. Здесь, помните, стояли вот здесь во дворе? А, вы не помните, здесь была военная кафедра на третьем этаже, где сейчас историки. Они ее заняли. А тут всякие орудия стояли внутри. Орудия насилия это, правда? Пушки стояли. Во дворе у нас. Ну, вот потом куда-то к кладбищу поближе отправили военную кафедру. Вы ходите на военную кафедру? Нет? У вас нету? Нет. Ее когда выступали, я не была. Ее отменили, потом снова ввели. А, у вас вообще нет военной кафедры? То есть вы не офицеры? Нет, вы-то не офицеры, нет? Мы на нее не можем ходить. Не учатся? Сейчас офицеров нет, сейчас сержанта только. Ну, понятно, четыре года. Нам младшего лейтенанта давали по окончании. А потом бам-бам-бам, приходит бумага. Уважаемый, поздравим вас при своем очередном звании. Вот я дослужился до капитана аж. Капитан. Ну, дальше уже все. Дальше надо академию генерального штаба кончать, чтобы получить майора. Это называется младшие офицеры. Самый старший из младших офицеров – это капитан. А ниже там старший лейтенант, лейтенант, младший лейтенант. А сержанты – это солдатский состав. Так, солдаты, старшины, сержанты. Это вот, так сказать, не офицерский состав, считай. Так, ну хорошо, значит, государство. Машина насилия для проведения политики определенного класса. Господствующего класса. Господствующего класса. Если вы не господствующий класс, то это не в ваших интересах насилия. И все. А если вы не будете подчиняться, то мы применим необходимые меры. Кто не будет знать определение государства, выгоним из университета. Так примерно это выглядит. Машина. Организация насилия в интересах господствующего класса. Ну, для того, чтобы держать в подчинении. Вот во времена Платона было государство? Какое? Рабовладельческое государство. Оно, так сказать, должно было держать этих рабов. В таком состоянии, чтобы они не вздумали перестать содержать господствующий класс рабовладельцев. А с рабом можно было сделать то, что угодно. Он же не человек. Почему о нем не пишут? А что о нем писать? Он должен радоваться, что ему сохранили жизнь. Правильно? Вот мы с вами воевали, два племени. Я выиграл. Теперь я могу вас убить, могу не убить. А можете на меня начать работать. Выбирайте. Или я сейчас сразу заколю. А если у вас низкий уровень развития производства, то смысла нет вас не убивать, потому что вы только можете на себя. Делать на меня ничего. Тогда раз и убивали. Пленных не брали, когда не было развито производство. До такой степени, что взятый в плен может содержать себя и еще второго человека. Так что вот если вы можете меня содержать, то я вам могу и даровать жизнь. А если нет, то и нет. И это не от меня, а от состояния общества. От того же, от состояния экономики общества. Подумают. Ну а родители были такие очень мудрые всегда. Они тоже понимали, что как только они перестанут работать, они брались за руки ваши родители, шли в горы. И там тихо заканчивали свою жизнь. Потому что либо вам надо жить, либо им жить. Если вы их будете кормить, вы умрете. Потому что больше не прокормить. А надо детей кормить вам уже. А вы давайте вот, пожалуйста, заводите детей и кормите их. А родители? Ну сейчас на пенсию отправляют. Ну такую, чтобы тоже тихо умирали. Говорят, надо им то ли пенсии, так сказать, индексировать, то ли не индексировать. Давайте половину им дадим. Четыре процента повысим в этом году. Потом еще четыре. А вообще-то двенадцать процентов инфляции. Ну а если мы с вами немножко экономисты, чуть-чуть немножко мы понимаем, что вот если идет научно-технический прогресс, то производительность тогда, что с ней происходит, она вот возрастает. А поэтому если вот как-то делится продукт между господствующим классом и работниками, то увеличивается, если вот, так сказать, сохранить эту долю, соотношение. Ну вот я вам там определил. Вы на меня шесть часов работаете, на себя два. Вот если работа на два часа должна давать все время больше. Почему? Потому что производительность тогда. Но если я узурпирую все плоды технического прогресса, я вам заплатил за два часа сколько было, и так живите и в следующем году, и через год. А в течение года цены забирают вас и забирают. Хотя нормальный процесс, вот нормальный, при росте производительности труда, при сохранении вот этой нормы эксплуатации, он требует, чтобы ваше благосостояние тоже повышалось. Ну в такой степени, в какой растет производительность труда. Выросла производительность труда в два раза, значит в два раза больше можно съесть мясо. И вы, и я. Зачем-то вы будете больше в два раза. Лучше я в четыре. А чтобы вы тут не спорили со мной, у нас государство есть, все. Не надо спорить. Вот у нас сейчас придем, и никаких разговоров. А потом пикеты организуются именно по этому. Ну различные забастовки. Да, забастовки, пожалуйста, у нас разрешены. Прежде чем там так долго, трудно так организовать, замучаетесь их организовывать. Забастовки. Пробовали когда-нибудь организовать забастовку? Ну если сильно идейный, можно и вне закона там пострадать за свое дело. Ну можно, это все надо думать, как делать. Нет, зачем? Надо все делать по закону. Есть там люди, все это отработано. Люди толковые, умные люди, которые находят выход, как это сделать. Ну как делать? Например, докеры наши ленинградские, как делают? Или они делают забастовку официально, или просто вот начинают медленно работать. Видите, я сейчас вам преподаю. Сейчас я вам задам вопрос. Это форма забастовки. И вот приходит генеральный, а все так, как в замедленном кино. И все. И 101%. Так у них 180% нормы, там 160. 101%. Чтобы претензии, какие претензии? Ну если я медленно могу, у вас есть какие-нибудь нормы там, как, с какой скоростью говорить? Не было, да? Ну вот сейчас я буду вам задавать вопрос. Это есть, есть. Так, ну хорошо. Значит, государство, организация на силе для обеспечения интересов господствующего класса. Или просто в интересах господствующего класса. Кто ее и создает, господствующий класс. Ну как, я могу вот из членов не господствующего класса набрать охранников, военных, всякого рода, которые будут вас же и подавлять. Вам будете, будете космонавтом такой, у вас такой будет стеклянный колпак такой, сюда ранен, сюда будет бронежилет. Если какие-нибудь бабушки будут вставать, вы станете на них, будете смотреть страшно. Если что, инки у вас будут, регуляторы демократии. Демократия – это форма государства? Да. То есть я вот не могу взять его сразу и стукнуть. У нас сейчас демократия, я сначала, давайте проголосуем, бить мне его или не бить. Сейчас мы демократически решим, от этого, если будет зависеть судьба ваша, кто за то, чтобы стукнуть его по голове? Ну, демократия не пора. Я вот за, но и остался в меньшинстве. Так вы защищаете права и меньшинства? Признаете? Вот и признавайте мое право на то, чтобы иметь точку зрения, что надо студентам бить по головам, если они не отвечают на вопрос. Ну, это так примерно выглядит, если вот это все, так сказать, переводить на наши отношения. Когда была владельческая демократия, это была власть большинства или меньшинства? Большинства. Большинства. А вопросы по большинству голосов. Кого? Ну, тех, кто является гражданами. А гражданами не все являются. Кстати, вот сейчас, неграждане, есть такое понятие в Прибалтике? Вот вы там жили? Там много русских жило в Прибалтике? На заводах работали? Я там не жила. Вы-то там не жили. Там есть неграждане, которые там жили. Они теперь, значит, не эстонцы, не латыши, они просто неграждане. О как! Дескать, нас не волнуйте. Сидите, сидите, мы вас не трогаем. Но вы неграждане вообще никто. А разве такое возможно? Сейчас есть такое. Прибалтика. Почитайте. Неграждане. И они не имеют никакого гражданства? Никакого. Ну, российского они не имеют, потому что они не в России жили уже. А, ну, они жили в России, но от него отрезали кусок. Вместе с ними 25 миллионов русских оказалось за пределами. В союзных республиках 25 миллионов. То есть русский народ раскололся на разные части. Большая часть. Вот они останутся русскими, не останутся. Это еще вопрос большой. Правда? Мы с вами обсуждали вопрос. Пойдет какой-то процент? В какой они будут экономики? На территории они уже на другой. Язык надо во всех этих учреждениях будет. Если это вы в Латвии жили, то на английском языке. Раньше, пожалуйста, на двух языках. Хотите на латвии, хотите на русском. Это никого не волновало. То же самое на Украине. Правильно? На чем хотите, на том и говорите. То есть вопрос языка – это культурный вопрос культуры. Ну, вам нравится говорить на русском? Говорите на русском. Не нравится – говорите на английском. На чем хотите? А тут уже все. Там один государственный язык. В области культуры принуждение вообще. Это нелепость. Я хочу, чтобы вы стали культурным. Буду за это вас бить гитарой, чтобы вы хорошо музыкой занимали. Есть такая карикатура. Отец там, ребенка. А можно это с мычком. Чтобы играл лучше на скрипке. То есть в область культуры исключается. Принуждение. Ничего вы принуждениями тут не делаете. И нам вот не дают на вас кидаться ни за что. Говорят, вы предприяватели? Вот убеждайте, как хотите. Не вздумайте кидаться вот там и делать. Внимайте у студентов и бить по головам. Тогда к нам уже будет государство применять принуждение. Правильно? Так. Значит, мы с вами договариваемся, что надо двигаться вперед, вам читать. А сейчас мы возвращаемся к тому, на чем мы остановились. А мы остановились с вами на тезисах следующих. На тезисе седьмом. Он не вызвал никаких вопросов, да? Тезис седьмой. Что Фейербахт не видит, что религиозное чувство, в кавычках, само есть общественный продукт. Подчеркнуто курсивом. И что абстрактный индивид, подвергаемый анализу в действительности, принадлежит к определенной общественной форме. Поэтому, Тезис, есть желание высказать какие-то комментарии? Или тут все ясно нам? Все ясно. А вот с рукой общественной формы знаете? Общественной формы? Общественной формы. Видите, на принципе? Принадлежит к определенной общественной форме. Вы не погорячились? Общественная форма – это что? Ну, это некая организация. Какая некая? Ну, организация же не будет общественной. Ну, общественная форма же. Одна бывает от общественной формы или несколько разные общественные формы? Из контекста тут ясно, что тут речь идет о том, что разные могут быть общественные формы. Разные. А вы как они называете? Принадлежит к определенной общественной формы. Принадлежит к определенной общественной форме. Смотрите, в третий класс. Классификация идет. Разделение общества, населения на определенные группы. Есть принцип классификации. Кто открыл классы? Нет? Нет? Не знаете. Кто-то у вас? Энгель. А? Пардон? Нет. А вы что сказали? У нас вот французской культуры нету. Французский буржуазный историк. Тьерри, Менье и Гизо. Вот. Вы можете записать. Тьерри, Менье и Гизо. Три французских буржуазных историков. Причем открыли они эти классы не случайно. Преддверие буржуазной революции во Франции. И чувствуя, что власть какого класса? Какое было государство тогда во Франции? Феодальное. Феодальное. То есть феодалы. Помещики были у власти. Значит, кто такие помещики? Благородные. Вот вы благородные, нет? У вас папа кто? Король? А у вас кто? Принц? Князь? У вас князь. А у вас граф там, да? Есть тут благородные или нет? Ну что за народ собрался? Вот в университете я не знаю. Я-то думал, что иду. Тут культурологи. Все благородные. Сейчас будем разговаривать. Так вот, выступили представители этих благородных с тем, что управлять государством могут только благородные. Ну как и было в феодальном обществе, правильно? Крестьяне мог управлять государством? Нет. Ваше дело, я вам люблю пахать. Крестьян продавали, покупали. Плохо будете работать? Били розгами. Можно бить крестьяне? Можно. Продать можно с землей, без земли, с семьей, без семьи. Как угодно. Не понравилось мне, как вы отвечаете, если я бы у вас был помещик. Все, продаю. Купите, вот, очень хорошая студентка. Ну если я продаю, так я же не буду говорить, что она плохая. Если я хорошая, чем вы мне продаете? Да я ему говорю, что хорошая. Слушай, когда продаешь, надо показывать всегда товары лицом. Вот и он. А вы что, не знаете, как продавал коровы однажды? Помог дед. Дед повел. Хорошо, нужно самому. Ну вот, да. Такая хорошая. Мне самому корова нужна. Поэтому уж продавать, так продавать. Тут я бы рассказал. Много хорошего мог про вас сказать. Но я продавать не буду. Мне такая студентка самому нужна. Ну и так далее. То есть, вот, благородный. И теоретическое освящение этой позиции, чтобы управлять государством. Собственно, историческое освящение вполне, да. Вот эти благородные, то есть, графы, князья, бароны. Так, вот они могут управлять государством. А у вас, сами вы сказали, что у вас ни граф, ни князь, ни барон. Вы управлять государством не можете. Вот вы и не управляете. Все. И вот тогда, перед буржуазной революцией французской, выступили вот эти, поименованные мной, французские буржуазные. Буржуазные историки. Почему? То есть, они революционные историки. Те, которые увидели, так сказать, будущее общества буржуазное, прогрессивное для того времени. И сказали, что управлять государством могут представители всех классов. И разработали теорию классов. Что классифицировать нужно не по свету глаз, и не по тому, кто у вас папа или мама. А по тому, какое положение вы занимаете в общественном производстве. То есть, классы – это группа людей, различающиеся по положению в производстве. Какие? Большие. Не такие группы людей, которые вы встретили у метро и увидели, там трое собираются, там что-то обсуждают. Нет. Большие группы людей. Большие, слово растяжимое, имеется в виду сравнимое с размерами общества. Вот в нашем сейчас обществе сколько классов? В российском. Сколько? Три. Три. Молодец. Хоть и папа не граф, а он знает, сколько он. Три? Три. Какие? Ну, средний класс. Что такое средний класс? Пролетариат. Так, буржуазий, пролетариат, а третий кто? Рабочий. Рабочий класс или пролетариат – это два на два. Непосредственно еще мещание, средний класс, чиновник. Мещание. Мещание – это городские, кто? Вот средний класс. Какой класс является средним? Потому что средний – это вот между… Ну, какое это название? Конечно, он средний в том смысле, что он и не буржуазий, и не пролетариат. А как он называется, вот этот средний класс? Служащие. Служащие? Служащие. 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 Это стипендия вообще нет. Еще же будут презирать, сказать, что такую стипендию получать. Так что, это вот обширный класс в современной России. И вот все время про него рассказывают, что его поддерживают. Ну, как его поддерживают? Посмотрите, сейчас вот в Москве взяли и разом этих всех, у кого были там ларьки и прочее, жах, смели. А в Ленинграде, что не было такого? У нас в каждой остановке трамвайной стоял ларек. Ну, вы вышли, купили себе, что надо, и дешево. Почему дешево? Да потому что ларек, какие там затраты. А я говорю, так, идите теперь в дома большие и платите арендную плату. Кому? Ну, ясно кому. Если я тоже буржуазия, это мой дом. Будете в моем доме магазин держать, платите аренду. Не можете платить аренду. Вы свободны. Вы будете платить аренду. И вы не будете. Ларек будете делать. Сейчас я договорюсь с Иваном Петровичем, он у нас в государственном аппарате. Приеду с болгарками, вошла. Так и было или нет? Все ларьки, которые были, объявили, что вот если на расстоянии 5 метров, и все. И все время говорят, мы поддерживаем мелкий бизнес. Ну, веревку ведь тоже поддерживают повешенного. Правильно? Поддерживают. Что происходит с мелкой буржуазией? Она расслаивается. Кто-то, кому повезет, превращается в буржуа, то есть становится эксплуататором. А основная масса падает. В ряды пролетариата. То есть лишается этой собственности, разоряется. Вот и все. А новый приходит и все время говорят, давайте, начинайте. Вот цветы можете вы вырастить? Да. Вот можете. А продать сможете вы их? Да. Да? Пойдите, посмотрите. Все голландцами занято. Все, у нас все монополизировано. Не суньте. Где вы будете их продавать? У метро? У метро, вот как вы думаете, там метро можно продавать цветы? Нельзя. Что, можно продавать цветы у метро? Ну, как-нибудь так, тихонечко, как специалист. Тихонечко, тихонечко. А я вот как раз от государства. Полицейский. Так, цветы продаете. Ну, что, продать вас или что? Или как? Думайте. Думайте, думайте, девушка. Вот ваш этот бизнес пошел. Знаете, сразу в карман от вас. А иначе их... Это очень просто. А место торговое купить? Замучишься оформлять. Да. А у вас, кстати, кассовый аппарат есть? Нет кассового аппарата. Вообще вы укрываете... Укрывается от налога. Уголовщина это. Сразу берите ее. И все. А это не продажа. Что? Это не продажа. Я говорю, цветы мне в обмене. Раз в обмен дают деньги, это по определению денег продажа. Это продажа по определению. Вот так, что вы сказали, это чистое определение продажи. Продажа – это обмен товара на деньги. Молодой человек. Читайте капитал. В конверте будешь давать подарок. Да. Да, это тот конверт, в котором вы случайно оказались деньги. Да. Это подарок. У вас конверт, у меня дубинка. Мы же вам объяснили, что такое государство. Молодцы. Чего вы спорите тут? Никто с вами спорить не будет. И доказывать вам ничего не буду. У нас мы же... Сила, знаете, для чего насилие. Вы можете все угодно доказывать. А сейчас вы будете там вот... Доказывайте вам. Сейчас мы вас для начала заберем и в клеточке вы посидите. Сколько я могу... У вас с собой паспорт, кстати? Паспорт у вас сейчас с собой? Что значит возможно? Ну, сейчас вот вас заберем для выяснения личности. Если обнаружится паспорт, вас отпустят. По дороге даже сразу отпущу. А если не обнаружится, до трех часов. Для выяснения личности. Сейчас по базе начнем вас спрашивать. И выясняют, правильно ли вы говорите, есть ли такие родители, какие такие фамилии, какие у них телефоны, начнем звонить. Ну, а пока в клеточке посидите до трех часов. По закону. Строго по закону. Закон что такое? А закон что такое? Мы уже право с вами выясняли. Возведенные в закон воли господствующего класса. Законы такие, что вы до трех часов будете сидеть. Если у вас паспорта нет. Поэтому... У меня-то паспорт есть. Если что, я скажу, вот я, Попов Михаил Васильевич. Там ничего не написано в паспорте больше. А вас уже можно и забирать. И забирают. Так. Ну, так что вот общественную форму мы еще с вами вопрос поставили, еще будем обдумывать. Идем дальше. Следующий тезис, какой у нас? Это тезис Восьмой. Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые вводят теорию в местицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике, в понимании этой практики. Что тут непонятно? Что вообще понимать под практикой? Скажите, пожалуйста. Общественная деятельность. А? Общественная деятельность. Общественная деятельность. Человеческая деятельность. А что значит общественная деятельность? Вот я хожу в драм-кружок. Это общественная деятельность? Результат общественной деятельности. Результат общественной деятельности. Я теперь вот выступать буду. Походил в драм-кружок, теперь у нас спектакль будет. Да. Мы ну вот выявляете себе А что у вас Вот эта деятельность Получается, что у вас просто процесс Без результата Вы понимаете, что делают Что такие студенты Студенты, которые занимаются какой-то деятельностью Какой-то деятельностью вы занимаетесь вообще Мы получаем знания Что мы можем использовать их Но результат-то есть какой-нибудь Только получаете А результат хоть есть какой-нибудь Потом будет А сейчас никакого нет результата Я и чувствую что нет никакого результата. Это шутка, конечно. То есть, когда мы говорим о практике, мы же с вами уже на ту тему говорили. Вот у меня к вам претензии такого рода, что вы то, что мы уже рассматривали, не берете на вооружение. Мы под практику понимали не всякую деятельность. А какую? А? Весны, что не собачью. Еще бы не хватало кошачьей деятельности. Преобразующий. Вот, спасибо вам большое. Преобразующий. Преобразующий. Что преобразовывает? Что преобразовывает? Просто преобразовывает или что преобразовывает при этом? Это существенный вопрос. Что является объектом преобразования? Вот я преподаватель. У меня объектом преобразования является, грубо говоря, ваша голова. Так? Это я, ты имеете в виду? Все-таки мы в широком плане, мы же говорим, вот эти тезисы относятся к чему? К человечеству. К человечеству. А не к каким-то там вот таким процессам, которые там внутри человечества идут. Человечество что преобразовывает? Вот вы, я чувствую, знаете, что преобразовывает. Я уже понял, что вы это знаете. Что преобразует человек? А? Действительность. Громче. Действительность. Действительность. Учитесь. Вот. Надо просто позже приходить, потому что человек готовился, задержался, потому что думал. Я вам объяснял, а я вам объяснял, что надо думать, меньше читать, больше думать. Было такое дело? Было. Вот человек подумал и сказал, действительность надо преобразовывать. Вот я что-то делаю там. Это процесс. А вот действительность преобразовать, всю действительность, имеется в виду материальную, материю преобразовать, человека преобразовать, человек высшая форма материи. Вот я не голову вам преобразовываю, вы человек же. Человек становится краше, лучше, умнее. Это хорошо же. Я тоже хочу приобщиться к этой деятельности, как меня тоже засчитали, в положительной, по крайней мере. Вы собираетесь преобразовывать действительность или хотите эту безобразную действительность так и оставить? В таком виде, в каком я нам дал чубас. Хотите преобразовать, конечно. Преобразовать будете? Преобразовывать. Ну, слава Богу, хорошо. А вы об этом промолчали. А товарищ, вот он начал думать. Смотрите, он сейчас ничего не читал, сидел и думал. И придумал. Надо меньше читать. Ну, великое надо читать? Великое, конечно. Великое и читаем. У нас великое изучается в программе, и все нормально. Но думать надо вот... Потому что, вот видите, вот мы начинаем думать и приходим к интересным... Это очень важно, потому что иначе это просто... Вот что-то делает, вот Горбачева отмечали. Что он делал? Что-то делал ведь все время. И что, результат какой? Был Советский Союз, не стало Советского Союза. Ну, его надо расстрелять вообще-то по-хорошему за это. Не надо? Повесить надо? Сжечь! И пепел развеять, чтобы не было вот этого. Ну, а кто он такой? Он же, так сказать, что сделал с государством-то? С российским. Россия, это Советский Союз, это форма существования российского государства. Я неправильно понимаю? Кажется, что российское государство. Ну, вы России, представляете, в России какие границы были? Еще Польша, Финляндия. Повесить, Финляндия. Вот после революции Польша и Финляндия отошли. Остальная часть осталась. И Россия, Россия, думали еще, как ее назвать? Или РСФСР, или СССР? Россию назвать. Как, когда соединялись в Союз? Соединились все то же самое, что сначала развалилось вроде бы на куски. Там, Закавказская Федерация, Туркестан и так далее. Все это собралось. И это было государство русской нации или нет? Смотря как понимание, это же народ в какой-то меньшей степени, чем российской. И точно так же оно же было и государством Удмуртской нации. Потому что Удмурты у нас всегда жили в той же территории, на этой же экономике. Вот у нас где делают ракеты? В Удмуртии, самый лучший в мире. В Удмуртии, в Откинске. А на другом берегу Чайковский родился. Нет, не на другом. На другом берегу американцы стояли, которые контролировали, как мы уничтожаем ракеты средней дальности. И сейчас получилось так, что вот они везде поставили свои, вот в Прибалтике, свои ракеты, которые через 5 минут будут в Москве. А у нас нет ракет средней дальности. Вы баллистическими ракетами можете уничтожать эти ракеты. Но у нас так сейчас и сделают. РС-26 из Иркутска будет лететь. Она не подпадает под ракеты средней дальности, но может поражать все эти самые точки, где стоят американские ракеты уже или могут быть поставлены. При Балтийских республиках или везде, вблизи наших границ. Где Советский Союз-то? Развалился. Сам? Или Горбачев развалил его? Смотри, как понимать. Ну как понимать? Он что предложил? СССР. Союз суверенных государств. Вы что такое суверенные, не знаете? То есть вас просто легко обмануть в силу вашей молодости и неопытности. Вы отличаете Союз свободных государств и Союз суверенных государств? Не слышали, как пелся гимн Советский? Союз нерешимый, республик. Каких? Свободных. Так свободных. Мы с вами свободно соединились в Союз. Видите разницу? Свободных. Свободных. А суверенные Союзы что значит? Обладающие, но суверенные, значит, они могут быть. Да, вот сейчас у нас все суверенные. Идите туда, я туда, вы все туда. Никаких общих решений. Потом это суверенные заменили на независимых, СНГ. Вы понимаете, что СНГ это ничего. Это ничего. Это уничтоженная государство. Это на политическом языке называется конфедерация. Вот давайте с вами сейчас образуем конфедерацию. Я сейчас вас сагитирую, потому что вы точно согласитесь, потому что это ничем вам не вредит. Давайте вот вступайте в нашу конфедерацию. Все давайте у нас. Раз, два, три, четыре, пять человек в конфедерации. Я его не возьму. Не возьму. У нас конфедерация из пяти. Это значит сейчас давайте обсудать, решать, что мы будем делать. Если кто не согласен, то и не будет делать. То есть это вот конфедерация означает, что вы придумали, мы решили пойти туда, а вы решили пойти наоборот. Идите наоборот. Мы решили еще что-то там сделать, а вы решили тоже наоборот. Идите наоборот. То есть ничего нет, никакого государства. Конфедерация означает отсутствие решений, которые принимаются там по большинству, всеми, и выполнение этих решений. Разве швейцаря не конфедерация? А есть федерация. Вот федерация другое дело. У нас Россия и федерация. А федерация означает. И СССР был федерацией по существу, федеративным объединением. Если есть законы СССР, они действовали на всей территории Советского Союза. И подчинялись ими все в республиках. А были еще свои какие-то законы, уже частные, только в пределах этой республики. В пределах Украины, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана. Кыргызии тогда это было по-русски. И никто не говорил, не заставлял нас писать «таллин» с двумя «н». Потому что немцы же говорят «москар». И совсем не обязательно. Мы им не навязываем, что говорите «Москва». Зачем я буду навязывать? Но нам навязывают, чтобы мы говорили «таллинн» или «кргстан». Кыргызия называлась. И Беларусь может сколько угодно по-белорусски называться «Белоруссия», а по-русски это «Белоруссия». Так? То есть язык-то вот у нас тоже у него есть право на сохранение своего, так сказать, сердца. То есть вы за то, чтобы его амнистировать. И плохо, что они арестовали. Я бы его арестовал, но меня не дают пока. Но я участвовал в закрытии фонда Горбачева на один день. Мы приехали и закрыли, опечатали, закрыли. И потом Ельцин отнял у него этот самый весь комплекс зданий, который был, около метро и аэропорт. И оставил ему только несколько комнат. А иначе у него огромное было. Фонд Горбачева создан рядом лиц. Горбачев туда внес 400 долларов как учредитель. А еще учредители были его. Сенатор Крэнсон, сенатор Киссинджер, сенатор Накасоне. Это центр иностранного влияния на территории СССР. Обыкновенный. Мы получили это. Когда закрыли, пришел ученый секретарь, мы его пустили под одним условием, что он принесет документы. И мы документы почитали. После этого, когда приехали полковники на машинах, или приехал зампрефекта Северного округа, вот я ему показываю, говорю, вы это читали? Это в вашем округе центр иностранного влияния? Так, говорит, вы давайте пишите уведомление, что вы тут проводите акцию. Я поехал. Полковники приехали, милиция. Говорю, вы частная милиция или государственная? Говорю, государственная. А вот видите, какой здесь центр антигосударственный? Почитали? Почитали. Так, говорит, у вас до какого времени ваша акция? Я говорю, до 16 часов. Так, что, вот два лица вам остаются для поддержания порядка, два человека. Мы поехали. И здесь еще вопрос большой. Разъясняй. Это большой вопрос, который мы сейчас не будем с вами решать, потому что это не наша задача сейчас совсем. У нас другие задачи. Мы должны разобраться с понятиями. Мы с понятием мелких буржуаров забрались, класс, поняли. Общественные поняли. С понятием практики вам большое спасибо, потому что вот вроде все мы обсуждаем. Вы же говорили. Говорили, и вот память вам зачем дана? Пользоваться надо память. Созидательная. То есть, когда преобразовывается в материю. Просто вредим на эту материю. Мы же говорили, чем отличается созерцательный? Иван Михайлович, я в перерыв перед вами вам сейчас лекция. А созидательная деятельность, преобразующая деятельность состоит в том, чтобы не просто глядеть на природу. То есть, в нее входит вся человеческая прага. То есть, все преобразование природы. А если преобразования нет в материи, то это не практика. Это разговоры. Мы можем с вами тут сколько угодно говорить, и мы останемся в сфере идей. И смысл нашей деятельности с вами в том, что это вот в системе разделения труда необходимый элемент, который позволяет человечеству преобразовывать. Правильно? Если мы не будем знать вопросы культуры, значит, мы вопросы культуры не можем, ну, должным образом развивать. А без культуры человечество не может решать и другие задачи. Оно уже не человечество будет. Оно деградировать будет, а не развиваться. Человека надо преобразовывать в лучшую сторону, а не в худшую. Поэтому мы свое значение и место должны тут понимать. В общем, мы тут не последнее звено. Но тогда к нам предъявляется требование. Тогда уж извините, раз вы в сфере науки и культуры, так вы должны эти знать понятия, тут в этом легко разбираться. Тогда или вы тогда решаете, или вы тогда идете на завод, там начинаете обрабатывать детали, тогда к вам такие требования не предъявляются. Либо вы в сфере идей, ну, тогда идеи должны знать. А я в сфере идей, но этого не знаю, я и то не делаю, и это не делаю. А кто тогда вот такой? А вы должны вот вам вот советовать себя преобразовать и стремиться к лучшему. Так, этот мы тоже разобрали. То есть практику мы берем не просто как что-то делать, какой-то процесс, а то, что преобразует материю. Девятый тезис. Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, то есть материализм, который понимает чувственность не как практическую деятельность. Вы видите, какой смысл тогда это имеет, вот когда мы сейчас читаем. Это созерцание им отдельных индивидов в гражданском обществе. Вот обратите внимание на то, что стоит в кавычках. Созерцание отдельных видов в гражданском обществе. Слышали такой термин? Гражданское общество. Вот он сейчас достаточно модный, широко употребимый. И кажется некоторым, что они вот только сейчас вот об этом говорят. А вот мы видим в девятом тезисе, это, во-первых, было Бог весь когда? И гражданское общество в кавычках. А что такое гражданское общество? Это общество людей, которые, кажется, смотрятся как индивидуальные права на обязанности. То есть общество граждан. Поэтому подходит полицейский, говорит, так, гражданин, пройдемте. Вы в гражданском обществе, гражданин, пошли. Ну, а что-то просто общество не сказать. Что вы добавляете к тому, чтобы... Вот мы говорим общество, а вы говорите, нет гражданского общества. А что вы добавили к этому? Право добавили. То есть есть государство. То есть если государство есть, если дубинка над вами висит, это гражданское общество. Если не висит, не гражданское. Так? Ну, как нет? Ну, вот товарищ объяснил, нам очень понятно и популярно, что как только вы говорите о государстве, это тут сразу вступает машина насилия. Или проведение интересов восприятия нашего класса. Вот если, значит, есть такая машина насилия, это гражданское общество. Так, гражданин, я же вас предупреждал. Но ведь как-то, ну, как-то, можно идти поощрением, контролировать не только... Ну, поощрением, конечно. Одних, одних, ну, поощряем, других наказываем. Это вот столько дается, это вот столько дается. Это и понимается под гражданским обществом. Ну, вот там гражданское общество, так сказать, скептически в тейсе так выглядит. Посмотрите там, в кавычках, гражданское общество. То есть так называемое гражданское общество. То есть как бы отстраняется Маркс от него так немножко. Ну и для того, чтобы вот это понять, надо двинуться дальше. Потому что следующий тезис тоже посвящен гражданскому обществу. Уже посмотрите, что там говорится. И тогда может быть понятно, что тут имеется в виду. То есть нельзя иногда понять какую-то часть, если вы не берете целую. Правильно? Вот берем следующий тезис. И что там написано? Десятый тезис. Точка зрения старого материализма есть гражданское общество. Гражданское опять в кавычках. Точка зрения нового материализма есть человеческое общество. Или обобществившееся человечество. Эту разницу. Вот с этим связаны идеи отмирания государства как раз. Вы можете абстрагироваться от этого государства. Давайте возьмем без... Вы от него абстрагируетесь. И обычно, когда говорят о гражданском обществе, берут общество как бы в отрицание, так сказать, того, что есть государство, насилие и так далее. Вот, я скажу, вы граждане там. То есть когда берут их как раз не как граждане, а просто людей, над которыми не висит государство. Но оно все равно же висит. Может, сколько угодно абстрагироваться. То есть не будем рассматривать согласные отношения, а вот вы что-то сами делаете, что-то организовываете, инициативу какую-то проявляете. Так? Ну уж не политические партии, а какие-то общественные организации, самодеятельность всякого рода, да? Во всех областях. И в научных, и в практических, и прочих. Вот под этим понимается что-то вот. Гражданское общество так понимается. Но это получается так, что вы закрываете глаза на то, что над этим огромная государственная машина, которая обеспечивает, обладает силой принуждения, обеспечит интересы господствующего класса. Поэтому это кажущееся такое представление, что это вот тут есть некая независимость. Хотя какая-то самостоятельность все даже есть, правда? Даже в тюрьмах есть самодеятельность. Оступают, поют, пляшут. И у вас вы можете тоже какая-то самодеятельность на занятиях, хотя у нас государственный университет. Хотите, отвечайте, хотите, не отвечайте. Вас за это никто не бьет. Но угрожают там, что из-за чего отбой, так? Ну так, указывают на завершение курса. Но так пока еще далеко, еще посмотрим кто-нибудь до этого времени. Или я умру, или Ишак умрет, или мир умрет, как известно. Поэтому никто не боится того, что будет потом. Так. И что тут, как стоит вопрос, что вместо гражданского человеческое общество. А что значит человеческое? То есть не навязающее вот это государство и господство какого-то класса, а обуществившееся человечество. То есть все средства производства обуществлены. Государство отмирает, либо отмерло. И вот это перспектива. Или у нас вечно будет, так сказать, насилие применяться по отношению к людям? Ну сейчас я к вам насилие применяю. Это так и вечно, что ли, будет? Или, может быть, когда-то вы отсюда освободитесь? Маркс полагает, что, значит, по Марсу освободимся. Освободимся. Вы так как? За то, чтобы освободиться? Мы не освободимся. А? Я думаю, не освободимся. Вот, видите, вы думаете, не освободимся. Маркс и так помечтал об этом, но на практике оказалось, что не получилось. То есть вечность государства? Да. И вечность классов тогда? Мне кажется, да. Вечность классов. Всегда будут, одни будут эксплуатировать других, а другие будут, всегда, на них работают. Только это будет смягчаться, но всегда останется. Это будет усиляться. Ну и да. Это вы оптимист или пессимист? Сложно сказать в этом вопросе. Знаете, о чем шуточная поговорка, чем отличается? Оптимист от пессимиста. Оптимист говорит, пессимист говорит, хуже уже некуда. А оптимист говорит, могло быть еще хуже. То есть вы оптимист, я так понял. А реальность говорит, хуже будет? Ну вы это как-то при этом, вот вы как-то гадаете, а вообще в науке-то гадают или какой-то? Класс, деление на классы с чем связано? С капиталом. Нет, не с капиталом, потому что были владельческие классы, никакого капитала не было. Производство. Производство, так сказать, оно частное или все-таки общественное характерное производство постоянно развивается. Независимо от воли отдельных капиталистов, рабочих, идеологов, государственных деятелей. Производство развивается? Общественное характерное производство. Где это сделано? Вот это где? В Китае. То есть вы сидите здесь, в России, а это сделано в Китае. Карандаш вы делали? Нет. Опять люди окрасили его. Краску кто делал? Даже не знаю. А этот коричневый тоже. Что-нибудь у вас есть такое, что вы сами сделали? Вы ведь сами сшили, нет? Нет, конечно. А корточку? А рубашечку? А брючки? Такое все, все. Производство носит сейчас общественный характер. Никто не может сказать, что это сделал я. Кто может сказать, что это сделал я? Такого уже нету. Ну, за исключением, там еще есть подсобные хозяйства, там где-то картошечку выращивать. Но уже... Вы сейчас пойдите, вот цветочки хотели купить. Вы в курсе дела, что вот лук у нас, вот если раньше вы этот лук брали, он на окне зеленел просто вот. Сейчас он не зеленяет, потому что вам голландский лук продают, а его убивает, в схожесть его убивают, чтобы вы не вздумали там, значит, у вас будет сначала росточек, потом вы его посадите в нем, а потом будет семена лука. Стрелку пойдет. И будет семена. А потом вы будете семена ему продавать. А он разведет этот лук не голландский. И вот голландская монополия не хочет допускать вам такую штуку. Не будет. А уж цветочки, это точно. Все цветочки, цветочки. Никто вас не пустит нигде ничего торговать. Ну, ведь, может быть, это из-за того, что я городской житель. Если бы я жила в сельской местности, то производить урожай – это была бы моя основная деятельность. Это у вас будет деятельность, но вы эту деятельность будете, вы идете на рынок. Поэтому зависит от перекупщиков. Сколько молочко-то будете? Сколько у вас возьмут молочко, если будете молочко производить? Почем? Дорого. Дорого у вас никто не возьмет. Вы будете выливать. Выливать будет ваше молоко. 15 рублей. А продавать я запакую его. Во-первых, я ваше молочко. У вас, значит, сообщаю вам такой факт, что таких вот коров, которые дают 3,2 процента или 2,5, нету. Вот у меня есть просто знакомый хороший, который был директором Сосновского молочного завода. Михаил Алексеевич Александров. Он мне рассказывал. Вот привозят молочко. На молоко завод. Что с ним делают? Сначала сепарируют. Потому что там, ну кто, где 3, где 6. Нормальная жирность от 3 до 6 процентов. Ну, это если 6, то слишком вкусно вам будет. Сначала мы сепарируем под 1 процент. Потом объясним, что вы, пожалуйста, пейте 1 процентное молочко, 1 процентное кефир, дескать, будете худеть. Скоро зачем похудеете? И так далее. А потом начинаем подливать. Делаем 2,5, 2,5 процента жирности. Наливаем столько, чтобы было 2,5 процента. А сюда вот 3,2. Но у нас есть отборное молоко. И это отборное не подвергается сепарированию. В якобы, по крайней мере, написано. И поэтому оно там пишет от 3 до 4,5 жирности. Потому что, ну как вы можете там. Тем более от разных коров берут молоко. То есть, сегодня на селе, если вы, говорите, производитель, ну или вам надо самому ехать, куда вы приедете в город со своим молочком. Раньше вот еще, когда я был еще не студентом, а школьником, нам привозили молоко и ставили, молоко привозили в город и ставили прямо бидончик. А потом, когда, говорите, и денежки отдавали раньше, ну каждый раз кто-то из села приезжает. Такого же нету. Куда вы денетесь с цветами, с молоком? Некуда вам деваться. А? Внутри села продавать. Что? Внутри села продавать. Ведь сейчас не у каждого... Внутри села? Ну, не каждый может дать корову, к примеру. И если есть несколько... Если нет денег внутри села у вас покупать молоко. Нет. Вы видели, что с селами там происходит? Да. Страшное дело. Страшное дело. Но вот в Европе есть фермерские рынки, куда возят фермеры. В Европе до 50% покрывает, до 50% затрат на сельскохозяйственное производство государство покрывает. А у нас не делают, как в Европе. Почему-то. Дескать, давайте вы вот это. Как хотите, так и поднимайтесь. И делают. Мы сейчас обсуждаем какой вопрос? Все, производство. И усиливается общественная характер производства? Усиливается. И сейчас уже ничего нет такого, что вы делали. Тут весь мир вообще работал на вас. Весь мир на вас работает, а вы еще некоторых определений не знаете. Безобразие. Что такое? А вы не собираетесь работать на весь мир? Ну, если вы в области науки, образования, культуры, это на что? На все же. Тоже вы на весь мир работаете. Это же нужно для всех. Правильно? А не только вот вы что-то сделаете, вот на меня будете работать. Нет, вы все равно будете работать на обществе в целом. Поэтому вот эту вот тенденцию, вы ее не отразили в своих взглядах. Вы просто сказали, я думаю, это мнение. А мнение – это не знание. Это всего лишь мнение. Мнение имеет каждый, может иметь ничего плохого, в этом нет. Но вы же стремитесь к знанию. Да, я понимаю, вы же спросите, если вы производите общественное разделение? То есть преодолевается разделение труда между людьми. Да, и что должно провести как раз... А как преодолевается разделение труда? Если у нас будет 8 часов рабочий день, не преодолеешь. А вот если у вас будет 4 часа рабочий день? 4 часа. А лучше 3. 3. Вот 3, да? 5 часов вы занимаетесь тем, что вам нравится. А 3 уж то, что надо. Ну, что надо, то и надо. Правильно? То есть не все же из удовольствия состоит. Так кто вы будете как человек? Это будет определяться тем, что вы делаете в рабочее время, или тем, что вы делаете в свободное время. Вы в свободное время играете на скрипке. И вы кто? Скрипачка. А то, что вы делаете в рабочее время, может, вы там слесарную работу выполняете, не знаю, или уборщицей вы работаете. Ну, кто-то должен же убирать. Может быть, меньше будут кидать, но все равно будут еще кидать что-то. То есть, вы когда сюда поднимаетесь, наверное, видите, как вот люди так. Мы же занимаемся философией. Вот эти люди занимаются философией? Нет. Они вот эти резиновые ковры там убирают, моют и так далее. Но преодоление, это не преодоление технического, технологического разделения труда. Его не преодолеешь. А вот между людьми можно преодолеть. Если у вас будет свободное время, короткое. Рабочее время короткое, а свободное время большое. А сейчас нет. Сейчас мы находимся в сфере рабочего времени. Оно определяет вас, куда вы попали. Силу разделения, вот так вот такой вы будете. Можно перейти в какое-то другое. Но это всегда такие сложности представляют немалые. Так что вам надо подумать. Я чувствую, что вы читали много, а думали мало еще. Подумайте. Так, значит, какая просьба? Значит, активно читать и дочитать до конца эту немецкую идеологию, чтобы мы с вами плодотворнее обсуждали. Потому что с учетом того... Ну вот видите, следующий тезис прочитаешь, понятнее, что был предыдущий тезис. Если вы... Берешь, так сказать, по кускам, то мы такой глубины не можем постичь. Так. Успехов. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok